В этом году на Солигорщину прибыло 718 молодых специалистов. Все они – недавние выпускники высших и средних специальных учебных заведений нашей страны, получившие свое первое рабочее место на предприятиях и в организациях Солигорского района. Организаторы мероприятия подготовили для них насыщенную программу, рассчитанную на целый день. В первую половину дня молодых специалистов ожидал культурно-просветительский досуг посещение кинотеатра «Зорка Венера», Солигорской районной центральной библиотеки, много активностей и интерактивов, экскурсия в музей трудовой славы «Беларусь-Калия». В музее молодые специалисты впервые познакомились с его уникальной экспозицией и необычными экспонатами. Работаю в горнике, закончил Мариногорский аграрно-технический колледж имени В.Л. Лабанка. Это очень интересная встреча. Интересно побывать, посмотреть что-нибудь новое. Что-то я раньше этого не видел. Мне запомнились горные породы, которые показывали сейчас, камень, который переливался. В мероприятии традиционно принимают участие десятки молодых специалистов из различных организаций и предприятий Солигорского района. Практически всех сфер – медицины, образования, сельского хозяйства, промышленности. Каждый участник слета получил подарок от физкультурно-спортивного клуба Солигорского района – абонемент в бассейн. Кульминацией слета стала традиционная встреча молодых специалистов с руководством района. Открытый диалог «Молодежь. Развитие. Будущее» собрал парней и девушек во Дворце культуры, где у них была возможность пообщаться с председателем Солигорского райисполкома Анатолием Ладыгой и председателем Солигорского районного совета депутатов Аллой Калеевой. Получить полезную информацию, обменяться мнениями. Импровизированную диалоговую площадку провел первый секретарь Солигорского районного комитета БРСМ Артем Жавнерик. В ходе беседы молодые специалисты получили от председателя Солигорского райисполкома подробные ответы на свои вопросы, среди которых – как получить арендное жилье, какие глобальные изменения ожидают Солигорск в будущем, какими качествами должен обладать молодой специалист, чтобы достичь успеха. Обсудили также литературное предпочтение главы района и роль современной молодежи в обществе. Лидер депутатского корпуса Алла Калеева рассказала о деятельности депутатов, их роли в общественно-политической жизни. «Отрадно, когда молодежь проявляет инициативность в своих вопросах. Ничего удивительного не было, потому что вопросы были жизненные, которые необходимо было немножко откорректировать с позиции уже взросления и не убеждать в том, что надо разрушать индивидуальность. А наоборот, вот сегодня в этой беседе я несколько раз подчеркивал, чтобы индивидуализм и нервонодушие, она присутствовала для молодежи в первых рядах формирования их личности. Вечер, когда мы встречались с молодыми, он вторит тому, что молодежь – это достойная смена взрослому поколению, которая разностороннего характера, и она сегодня готова слушать, слышать и воплощать многое и свое, и то, что сегодня отдается как чрезнапутствие в реальную жизнь для реальных свершений, реального, наверное, дела». Молодые специалисты отметили, что диалог получился живым, интересным и искренним. «На все вопросы мы получили информацию, которая нас интересовала, ну и, в принципе, эмоции у меня очень положительные, все мне понравилось. Диалог был очень живой и полезный, я считаю». «Диалог был увлекательным, интересным, а главное – живым. Ответы председателя Сырговского райисполкома были искренними. Спасибо, что молодежи от администрации уделяются огромное внимание, берутся в внимание все насущные вопросы молодежи и молодых специалистов». «Благодарна за эту встречу нашему мэру, мне очень понравилось. Он ответил на все наши вопросы, которые интересуют молодых специалистов. В принципе, такие мероприятия нужно чаще делать, чтобы молодежь, во-первых, знакомилась друг с другом, а во-вторых, чтобы молодежь знала начальство в лицо». Программу «Слёта» продолжила торжественная церемония награждения победителей районного конкурса «Молодой лидер Солигурщины», направленного на поддержку и выявление самых талантливых и амбициозных жителей города и района в различных сферах. По результатам конкурса было определено шесть лидеров, которым вручили почетные дипломы и цветы. Церемонию награждения провела начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Татьяна Кербай. Она рассказала о проектах, которые уже стали своеобразной визитной карточкой района, и напомнила молодым людям о том, что стоит быть инициативными, настойчивыми и не стесняться предлагать свои идеи. «Это очень важный конкурс, так как мы реализуем в нем молодежные инициативы различного характера в разных сферах, как в культуре, так и в промышленности, в образовании. И на самом деле было очень увлекательно. Мы придумывали это видео, писали текст, записывали фонограмму, затем все это накладывали. То есть это была долгая и интересная работа». «Я очень рада, что мне предоставили такую возможность проявить себя, показать, чтобы посмотрели другие и потом стремились тоже чего-то достичь, каких-то высот». Прекрасным завершением вечера стала дискотека. Стоит отметить, что на Солигорщине многое делается для самореализации молодых специалистов как на работе, в общественной деятельности, так и в культурной жизни. Их главной задачей остается лишь созидать на благо района.